Пусть жром вас не достанет, внезапно врасплох. Спасибо, помилуй, храни вас Бог. Спасибо всех. На тёплые поздравления с юбилеем Николай Финько отвечает в стихах, которые когда-то написал сам. Все невзгоды, что выпали на его долю, он достойно преодолел. Первые два года войны нёс трудовую вахту в тылу. Затем его призвали на фронт. После танкового боя под Псковом Николая Васильевича тяжело ранили. До конца Великой Отечественной он обучал новобранцев в тылу. В послевоенный период восстанавливал разрушенное хозяйство. На пенсии ветеран продолжал активное участие в общественной жизни. Рассказывал саровской молодёжи о военной истории края. Уникальнейший человек. С ним очень интересно работать, с ним очень интересно разговаривать. Много знает. Много знает историй про Саров, про округу. Поэтому мы его ещё раз сердечно поздравляем. Самое главное – здоровье. Мы с Николаем Васильевичем договорились встретиться на 100-летний юбилей у него. Конечно, мы до этого не будем, не посещать его, это безусловно. Но 100-летний юбилей мы с ним вместе отпразднуем. Нина Тришина познакомилась с Николаем Финько в 2007 году, когда пришла работать в Городской совет ветеранов. Мы с ним вместе ходили по школам. Школьники очень радостно, настолько. Вот школьники окружают его, он в таком солидном, со всеми регалями. И школьники прям вот трогают его медаль. Вот девчонки, вот настолько радостно было смотреть. С днём рождения юбиляра поздравили депутаты Городской думы Иван Ситников и Михаил Савин. Председатель правления общественной организации «Дети войны» Надежда Почторук подарила ветерану книгу «Дети войны и Великой Победы». Официальная часть закончилась неформальным общением за чашкой чая. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.